В велопробеге, организованной примарией города Камрад совместно с организацией ВЯЦ и Санатати, приняло участие более 40 участников. Среди велосипедистов было много детей, которые намерены вести здоровый образ жизни. Я очень рад участвовать и велопробег прошел очень хорошо. Я решил принять участие, чтобы следить за своим здоровьем и чтобы быть сильным. Старт велопробегу был дан от примарией муниципия. Маршрут велосипедистов включал памятник освобождения. Главную улицу города автостанции завершился у Аллеи Славы. Участники считают, что велопробег нужно проводить чаще и увеличивать дистанцию. Решили, что с семьей проехаться на велосипедах по городу – это просто удовольствие. Вот и присоединились к этому велопробегу. Подобные мероприятия нужно проводить регулярно, несколько раз в год, для того, чтобы люди свое здоровье берегли. Очень много молодежи есть, взрослое поколение. Я очень рад, что тоже принял участие в этом. Велопробег для меня прошел очень хорошо. Жалко только, что мало. Ождалось больше расстояния, но я думаю, что мы наверстаем дальше. Я рада, так же, как выразился мой супруг, что молодежь продолжает принимать участие, и не только она. И буду рада, если это будет проводиться регулярно. Директор Камрадской муниципальной спортивной школы Геннадий Тулба отметил, что велопробег дает возможность молодежи приобщиться к спорту. Слые показали хороший пример для молодежи. Молодежи обращаемся с тем посылом, чтобы то, что они видят, передавали по наследству, поколение к поколениям, чтобы город развивался спортом постоянно. Потому что спорт – это здоровый образ жизни, много-много приятных эмоций. Примарр города Сергей Анастасов проехал с участниками всю дистанцию и отметил, что такие мероприятия должны быть регулярными, чтобы люди вели здоровый образ жизни. Надеюсь, что мероприятие будет проводиться чаще. Организаторы нам будут обращаться, мы не откажем, конечно. И будем проводить не только велопробеги, можно и марафончики небольшие. Велопробег проводился совместно с общественной организацией ВИАЦА-санитати в рамках проекта «Здоровая жизнь». Специалист Центра общественного здоровья Лидия Косар рассказала участникам о пользе занятий спортом для всех возрастов. Это способствует профилактике многих заболеваний. Главные факторы риска, которые приводят к этим заболеваниям, это наш малоподвижный образ жизни, это неправильное питание, седиментарный сидячий образ жизни. И вот это все, поэтому вот это нужно возрождать и делать. В завершение пробега участники получили подарки и мороженое от организаторов. И, как они отметили, ждут следующего пробега на поле длинной дистанции. Зинаида Канцер, Вячеслав Кыса, Алексей Герчуг, РТН Новости.